Начала таскать. Говорю, ой, что же я не показала, чем я тут занимаюсь-то. Весь день ждала зерно. Здесь вот тонну 700. Время 8-й час вечера. Небо такое пасмурное. Кто знает, будет дождь или нет. Но мне надо таскать. Я сейчас отнесла ветер 10. Тут всё усилено, чтобы лишний никуда не засыпался. Дружок лопает зерно. Говорит, вкусно. Ну, пусть ест. Хлебушек. А я занимаюсь вот такой тяжёлой работой, девчонки-мальчишки. Так что... Кто смелый? Ко мне на помощь. От помощи не откажусь. Сейчас должен Сергей приехать. Я вот тут тоже припашу. Ну, тоже. Сейчас спать Мах придёт. Он у него к 9 вечера. Ну, сколько переношу, столько переношу. Остальное укрою целлофаном до завтра. Потому что ночью я таскать его не буду. Тут упадёшь. Куда полез? Не лезь сюда, дружок. Нет, что там тебе делать? Азарник, я что-то от него баррикады такие понастроила, чтобы он не лазил. Лезет сюда и всё. Ну, всё, мой хороший, начинаю таскать. Стала немножко отдохнуть. Устала. Уже больше половины перетаскала. Ещё больше часть осталась. Да не больше половины, а половины ещё. Так что... Это зерно от прошлого года. Заработал сын в организации. Им дают 5700. Вот сколько он... Три тонн он продал. А вот... Да. Даже 4 тонн продал. А то на 700 у него оставалось. И вот мы её получили. Привезли нам и на газоне. Так же это организация. Вот так и мы забрали. Азимой пшеницей. Ячмень я не стала брать. Только пшеничку. И вот сейчас таскаю. Пока темно на улице уже. Я вся умыли. Видно, что я вам... Показывать, какая есть. Ношу. Всё сюда. Сейчас покажу, где это и как это. Ох, тяжело. Вот такая у нас работа. Деревенская наша жизнь. Вот видите, всё в пыли. Это дробилка. Вот эта дробинка стоит. Вот мы её дробим, это зерно. И кормим птицу. Всё, конечно, здесь в пылюке. А этот лампочку я сама повесила. Тут вообще темно было. Ну чё ж, Наталь 3 часа притащила удлинитель и подвесила. Теперь тут видно хоть, куда я буду кидать-то. Так что... Всё кругом тут. А этот... Помните лампу? С керосинки. Вот счёт не остался плафон. А где-то сама лампа есть. Вся в пылюке. Не нужна. Я сюда её повесила. Пока не разбили. Уже много лет висит. Так что вот. Пошла. Отдохнула немножко. Пойду опять таскать. Деваться некуда. Помощник мой ещё не появился. А ночь уже стоит. Темно. Сейчас я вам покажу, где тут я что натаскала. Вот это пока я занесла сюда. Там вон темно, конечно, не видно тоже всё. Ну ночь есть ночь. Привезли около 8 вечера. Я так ждала с 3 часов дня. А они привлокли мне вот прям под вечер. Ну что ж, таскать надо. Зерно на ночь тоже оставляет. Сейчас я вам покажу, как тут у меня на улице. А на улице ничего не видно. Потому что всё темно. Тут у меня тоже горит свет. Вот эта куча, которую я ношу. А свет на улице. Вот на столбе. Спасибо, хоть муж мне сделал. В своё время мы когда держали коров, возили, воровали силос, сено. И вот подъезжали, включали свет и разгружались. Ну, ещё чудок начать и кончить. Так что я опять выключаюсь, работаю дальше. Показывать тут нечего, всё темно. Работа закончена. Сусек полон. Так что зернецо на месте. Пшеничка. Была бы эта яровая, это зима. А зима уже птица не так льёт. А зимка идёт у нас на хлеб. Но нет, яровая не сеет у нас её, потому что поля заражены. Какая-то великийка, что называется, трава. Мы получили только одну зимку. А ячмень я пивную не стала брать. Где-то часа за два управилась со всем этим. Сын пришёл уже в самый конец. Вот только прям недавно. Минут 15 назад. Ну, помог. Свернули с ним все паласы, которые я расстелила. Всё свернули, всё убрали. А теперь пойду домой мыться. Ужинать теперь уж не буду. Уже поздно. Фу, блин, пылю-ка тут. Аж вон в рот лезет. На улице темно. Так что всё, мои хорошие. С зерном я тоже покончила. Закончила. Не знаю, может, ещё у одного фермера купим тут зерносмесь. Но это будет позже. Это где-то в октябре месяце. А сейчас пока всё. Сейчас всё, иду домой. Всем спасибо. О, аж горли першит от пылюки. От пшеницы пыльной же. Таскаем её ведром. И вот такая пыль. Тут обметать не буду в этой дробилке. Пойдёт и так. Так что всем пока. Вот так. Устала, не устала? Да, вроде есть усталость. Сейчас приду домой. Помоешься и куда-то усталость уже одевается. Всё нормально. Жизнь идёт. Ой, закрыла вас. Хотела бы взять другую руку. Жизнь продолжается. Дай бог у нас. Сила побольше. И будем работать дальше. Вот такая прическа. Вся мокрая. Тут даже. И нечего прическу смотреть. Уставший. Мокрый. Всё. Пошла. Вышла и свет свой не выключила. А дружок мой молодец. На посту был со мной всё время. Его и не видать. Где он тут у меня? Дружок. Ещё чудок за ему ваше время. Вот он. Вот он, колбас. Мой красавчик. Сидел, меня охранял. В общем, тут всё убрато. Всё у нас чисто. Ничего уже не осталось. Всё убрали. Пойдём спать теперь, да? Да, уже поздно. Хватит тут работать. На улице так хорошо. Тихо. Прям прекрасно. Подольше бы здесь было тепло. Тихо, тихо, тихо. Тихо стоечку. Ничего не видно. Всё. После зерна вроде проснулось бодрое. Стирушки тут у меня повешены. Точнее, всё. Это к началу. А здесь я стою и нанизываю рыбу. Вернее, сейчас буду нанизывать. Приехал, увидел этих карасиков крупненьких. И говорит, мам, давай посушим. Взял, вытащил с морозилки и засыпал солью. Паразит, говорю. Я их оставила пожарить. А он говорит, давай сушить. Ну, сушить так сушить. Сейчас их нанизывать буду. И повешу здесь вот прямо на эту вот, на нашу верёвку. И пусть они стекают. Уже одна партия стекла. Маленькие карасики. И я их уже в другое место повесила. А эту гирлянду повесил здесь. Вчера она висела на той стороне. Мухи немножко пошли. И осы. Ну, боюсь, больше всего мух. Потому что я её особо не засаривала сильно. Так что здесь вот рыбка находится. Пойду ту нанизывать. Как бы коты не добрались. Ну, думаю, не допрыгнут. Тут больше метра выше. И, наверное, не доберутся они. А то они в раз отчеканят это всё дело. Уже вчера один вертелся. Нюхал. Только подошла, проговорила. И вот, видите, сидит девушка. Вот она. Уже жрёт рыбу. Давайте ей. Вот вчера плепили всё. Ну, сейчас я её повешу. Ну, а Саня муха. Она, как говорится, личинок не наделает. А эта только пожуёт. Чудок там пососёт. Что она там хочет. Вон она. Сидит уже. Ага. Сейчас буду нанизывать её. Удобнее будет им сверху. Не в кастрюле. Повесила вот такой гирляндой. Тут, конечно, два с половиной килограмма. А совсем как будто чуть-чуть. Всё. Пусть теперь они. Вдерок. Сегодня солнечно. Они стекут. Буду смотреть. Если мухи, тоже надо будет их чем-то замотать. А я тут ещё копнула хрен. Копнула хрен. И мне надо его почистить. Поставил галоши на отмочку. Надо всё это помыть. И вот этот хренок надо весь помыть. Сейчас и почистить. Что-то он какой-то не очень. Каким-то вот... Много очень коричневого. Сейчас почищу. Хреновинки немножко надо сделать. Литр 2 от силы. Много не буду. А так, чтобы было. Вот этим сейчас и займусь. Не поверите, я на крыше. Здесь вот немного протекает у нас крыша. Надо здесь положить мне шифер. И я залезла на такую вышину. Поэтому боюсь, да. Но пока дождей нет, надо сделать. Тут ничего такого сложного нет. Шифер я уже приволокла. Лист стоит вот тут под носом у меня. А у самой голова-то кружится. Вот такая у нас тут красота сверху. Красотень. Да, у кого-то заросли, у кого-то красота. Здесь вот прекрасно все выстражено, выкосено. А тут что-то не хочет никто делать. Желания нет. Говорит, мы там не ходим. Жужжить кто-то он там у нас. Не знаю. То ли пилит, то ли косит. Так, кончаю болтать. Надо здесь разобрать железочки. И затащить сюда шифер. И сюда вот я тебе положу его. Положу. А здесь у меня тут линолеум. В общем, буду монстрячить. Вот так смогу. Лишь бы не текло. Ну, сделала. Положила лист. Здесь вот старый линолеум. Глианочку. Как смогла, так смогла. Мы, женщины, не мужики, как говорится. Силы такой нету. И сноровки в этих делах. Ну, думаю, течь не будет. Так что... Все. Теперь бы слезть отсюда. Туда вон. И было бы все прекрасно. Я думаю, все будет хорошо. Слезу. Фух. Денек хороший, солнечный. Надроблю, наверное, я сейчас себе пока дробленки. Вот, смотрите, сколько у нас ее. Тона 700, которые я вчера перетаскала. Сейчас надо будет надробить. Крышу покрыла. Теперь буду дробить. Буду ждать дождя. Посмотрю, будет она течь или нет. Ну, вот мой агрегат. Сейчас я его запущу. Покажу, как вам я его запускаю. И буду дробить. Ага, шишок. Надо идти еще дома включить. В деревне скучно. Не бывает. Сейчас пойду дробить. Крышу покрыла. А теперь мне надо надробить мешок зерна. Пока тепло. День хороший. Пойду все это сделаю. Тут еще цветы подергала. Надо будет отнести. Тут вот шибалы еще не сложила. Вот. Как вчера таскала зерно. Так что еще делу вполно. Вот. Сейчас. Вот она. Вот она. Ох, хулиганы. Сейчас будем дробить. Сейчас я покажу, как я запускаю. Она, правда, шумная. Ну, я немножко. Все. Сейчас буду дробить. Все. Запас есть. Теперь можно чудово отдыхать. Другим делами заняться. Без дел никак. В деревне скучно, ребята. Не бывает. Не успеваешь поворачиваться. То одно, то другое, то третье. Так что сейчас этот мешок я достану. Сюда поставлю. Все. Пусть стоит. Буду отсюда брать и кормить свою птицу. В деревне. Все.